Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 28 сентября 2016 года среда, а по одному из старинных 8 день месяца Божественного начала 7525 лета понедельник. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Энергоинформационная безопасность в мире» и автор-соведущая Елена Смирнова. Здравия тебе, Елена! Здравия всем! Хорошо. Значит, тема достаточно интересная, на мой взгляд, актуальная, опять же, на мой взгляд. А вот будет ли это актуально для наших радиослушателей, мы увидим. За кого-то говорить я никогда не берусь. Ну, для начала, наверное, требуется для полноты обозначения тематики немножечко рассказать все-таки о себе, потому что человек, которым никто из слушателей, ну, большинство, скажем так, слушателей не знают, как-то так неуютно разговаривают. Когда ты скажешь, вот я занимаюсь тем-то, тем-то, я вот такая-такая, прям хорошая, пригожая, вот слушайте меня, и сразу все по-другому воспринимается. Пожалуйста, несколько слов себе. Спасибо. Ну, что я могу себе сказать? Все просто. Родилась на Урале. Сразу было видно родителям, что непростая деточка, со способностями, с какими-то нестандартным восприятием. Это меня подвигло после окончания школы уйти в мединститут. Официальная медицина меня быстро разочаровала, и пришлось идти в Новосибирский парапсихологический университет. Там я очень в судьбе благодарна за эту учебу. Сейчас после университета, после института, с довольно достаточной квалификацией для оказания помощи людям, я работаю уже больше 35 лет в направленности целительства, молитвотерапия, помощь ближним. Это, если коротко, по профессиональной направленности. Что-то еще интересное обо мне? А вот родители, когда увидели, что они увидели, как ты взглядом спички зажигаешь, или там предметы, шкафы передвигаешь, что там они чему так были поражены? Какие способности? Нет, способности были нестандартные в том плане, что я воспринимала мир как-то иначе. Иногда рассказывала родителям, когда я была большая, я была дяденькая, делала то-то и то-то. Это прошлая жизнь я им рассказывала в детстве. Мама очень удивлялась, папа тоже. Потом папа догадался, что, видимо, у девочки восприятие не просто памяти прошлых жизней, еще и какое-то нестандартное видение, потому что я говорила, а вот этого дяди пора жена умрет, или что-то еще, какую-то болячку видела. Маленькая, буквально такая, вот начиная с полуторых лет, я уже что-то кому-то могла сказать наперед. И мама с папой понимали, что тут дело, видимо, завязано на сновидении. Но поскольку моя родная бабушка, мать моего отца, в сталинские времена за свое сновидение, очень тяжко поплатилась, пострадала буквально, на всю свою жизнь отбилось у них желание охоты, у всех родственников как-то это дело обнародовать. Поэтому папа все время меня наставлял, говорил, на лбу не написано, что я сновидящая, веди себя как мгновенно, ничего лишнего людям не рассказывай. Я не понимала, как так, если я могу помочь, могу что-то сказать полезное, почему не сказать? Ну и, конечно, за помощью ко мне пошли очень рано. Лет 8-9, я помню уже люди, которым мама обо мне говорила, она у нас такая женщина была бесстрашная, как и я, решительная, готовая амбразуру, закрыть своих детей, коня на скаку, остановить, в горячую избу зайти, кого-нибудь спасти. Она у нас буквально вот с 8 лет организовала мне посещение своими знакомыми, которым я подсказывала, где вижу больное место, что с этим делать. И, причем, как-то все шло так на потоке, на автомате. Я даже, в принципе, особо и не напрягаюсь это все делала. Ну и так дальше по жизни, вот после полученных образований, я еще закончила академию космоэнергетики в 2003 году. После всех этих образований, после такого достаточного количества квалификации, конечно, могло быть полезно и по сей день ближнему. Накопился достаточно хороший опыт. Опыт на тему того, как пользоваться техниками безопасного выживания. Соприкосновение с достаточно непростым мирозданием, в котором мы живем, где достаточно интересные, конечно, явления происходят. И порой нам не все понятно, и порой мы теряемся. Наши ближние не знают, как быть в некоторых ситуациях. И цель сегодняшнего моего выступления – подсказать людям, как же быть в затруднительных ситуациях, в которых, казалось бы, можно и растеряться, и все оказывается просто. Можно быстро и легко самому себе помочь. Если кто-то приготовил ручку, блокнотик – он большой молодец. Что-то для себя запишет и будет в будущем обращаться к этим записям за подсказкой. То есть конспектируем, друзья, конспектируем. А тем, кто еще не знает правил участия в нашем радио, для того, чтобы задать какие-то вопросы, для того, чтобы пообщаться со слушателями, то, напоминаю, у нас на Народном славянском радио, на сайте, есть чат. Изба читальня такая, изба писальня. Попасть, во-первых, на наш сайт очень просто. Набирайте в любом совершенно поисковике Народное славянское радио. Дальше, набрав эти волшебные три слова, вы оказываетесь на сайте slavmir.org. После этого ищите слово «чат», нажимаете. Если еще не зарегистрировано, в этом случае придумывайте себе логин, пароль, указывайте e-mail, e-mail попроще, без всяких тире, подчеркивать дополнительных знаков, такой попроще, потому что система старенькая, она иногда начинает не понимать. И все, в общем-то, можете общаться с друзьями, можете задавать вопросы в живой эфир. Дальше, если в следующий эфир вы тоже захотите попасть и поздавать вопросы, то вам уже не надо будет регистрироваться, просто свой логин, пароль на этом же ресурсе slavmir.org в разделе «чат» вводите. То есть регистрироваться надо всего один раз. Ну вот после всего этого, когда мы предупредили, сказали, как с нами общаться и как быть, когда, я так услышал, народ побежал за ручками, быстренько-быстренько, карандашами и бумажками, кто на чем готов писать, уже можно переходить к самой нашей теме. Итак, с чего начнем? Шуршание, видимо, закончилось. Ну, начнем с того, что многие по собственному опыту, даже они понаслышке знают о таких явлениях, как сглазы, порчи, намеренное колдовство, какие-то зловредные воздействия, которые могут люди оказывать друг на друга. И кто-то мог находить у себя дома, под порогом квартиры, какие-то странные предметы. Многие не знают, что с этим делать. И за эти предметы берутся руками, стараются выбросить или ногой там откнуть подальше. Но при этом происходит такой момент, когда весь тот негативный заряд отрицательной энергии с этого предмета, который служил как к какому-то негативному ритуалу для наведения именно порчи на эту семью, на эту квартиру, может быть, на конкретного человека, он переходит накатнувшегося первым. И чтобы такого явления не происходило, здесь все делается очень просто. Можно позвонить соседям или поискать в сумочке, у кого найдется простая зажигалка, спички. И зажечь открытый огонек и обвести против часовой стрелочки подозрительный предмет восьмию кругами этого огонька, плотненько так. Получается, что вы сжигаете в этот момент отрицательный заряд негативной энергии. И после этого уже можно за предмет спокойно браться и руками, и венечком носовок заметать, если это росы в земли, или каких-то семян мака, такого-то пшена, или клубки шерсти, бывают скатанные собачьи, кошачьи, нитки какие-то, или иголки, дверные обивки. Вот чтобы знать, как на себя не схватить первый негативный заряд, будьте в курсе, надо воспользоваться этой рекомендацией. Избежать последствий именно благодаря простому открытому огню любого кладовства нужно довольно легко. Ну и бывают такие ситуации, когда часто человек, приходя домой, с большого скопления народа, или после работы, повторив с начальником, выясняет отношения с кем-то из сослуживцев, проехавшись в толпе народа в общественном транспорте, начинает чувствовать, как на него нападает зевота, состояние растерянности, какого-то ощущения отечности лица, в глазах, словно песок насыпан. Это вот все признаки самого настоящего сглаза. Который надо просто срочно смыть. Взять чашку, налить простую воду из-под крана, небольшую горстку соли положить, чтобы по вкусу водичка напоминала слезу, и поплескать ею на лицо от полутора до двух минуточек, много даже и не надо, при этом приговаривая, госпожа водица, смой из меня всю порчу. Аминь. Закончив соленое омарение, простой водичкой соль смыть, и кроме того, что соль кристаллическую структуру имеют, водичка хорошо смывается, отрицательная. Здесь еще идет дополнительный эффект, как удаление вирусов. Если промыть такой водичкой нос, глаза, она не щиплется, поскольку подсоленая, как слеза на вкус, то очень хорошо убираются всякие болезнетворные бацилки, бактерии, вирусы, и имеется даже косметические отбеливающие эффекты кожи. Иногда одной воды недостаточно. Бывает, человека мучают по всему телу ломоты, и подтягивания идут, такие болезненные, начинает болеть голова. Тут, желательно, приняв 3-5 капель корвалолы, или где-то просто для запаха в атмосферу квартиры их на блюдечко с водой накапать, чтобы запах шел, эфирные масла испаряться начали, набрать ванну теплой воды и на 25-30 минут в подсоленную воду залечь. Одной пачке соли на большую лежачую ванну бывает достаточно. Можно морскую соль, можно простую поваренную. И потом, после этих 25-30 минут отлеживания в такой солененькой ванночке, просто смыться теплым душиком должна эта соль. Кстати, хорошо смывает отрицательную энергетику контрастный душ. Чередование теплой и прохладной воды. Еще есть такое такое явление, как неорганизованное мышление наше человеческое. Мы, к сожалению, можем сами притянуть силой своей мысли к себе какой-то негатив. Вот для такого случая существуют замечательные рекомендации техники безопасного мышления для современного человека. В свое время их еще в своей огне-йоге писали рерихи. Для нас как наставление, как подсказочку, как организовать свое мышление, чтобы не навлечь на себя беды и неприятности, но и также на своих близких. Первым правилом здесь является думать только утвердительно, только о хорошем, без всяких вопросительных знаков, сомнений в результате своих мечтаний. Именно вот утвердительное мышление важно развивать. Вторым пунктом никогда не представлять плохого ни про себя, ни про близкого человека. Если ваш ребенок куда-то пошел и допоздна не возвращается, и вы мечетесь от окна к телефону, а он трубку не берет, знайте, что вы настолько сильными мыслеформами бьете его по голове, что ему эти мыслеформы просто могут перекрыть зрительное поле перед близко идущим транспортом. И он может действительно угодить в неприятности. Нельзя представлять ребенка ни убитым, ни потерпевшим какую-то травму. Вообще близкого человека отпускать от себя желательно мысленно сказав Отец Небесный на твою святую волю отпускаю от себя живым здоровым и прошу таким же верни домой. Аминь. Все очень просто. Отпускаю живым здоровым и верни таким же. Ну и хорошо, если православный человек в спинку прямо перекрестить, и в этот момент очень важная рекомендация, она не окончена еще, обязательно мыслями от близкого человека отключиться, абстрагироваться настолько жестко, заняться какими-то другими делами, чтобы больше перед вашим мысленным взором любимый родной человек не стоял, чтобы вы о нем не вспоминали и никакие ваши негативные или положительные или пристрастные или мыслеформы, неважно какие, любые, не летели в его адрес и не били его по голове. Есть еще такое замечательное правило отрицать все плохие помышления, которые приходят в голову. Бывает, в голову лезут плохие мысли. Ни для кого не секрет, что все то, что не вызвано обдумыванием возникшей проблемы, а просто так думается у нас в голове, это все не наши мысли. Есть такие сладкие сущности отрицательные, которые называются духи брудного ума. Они в церковной литературе в православном так и описаны. Как птички, которые садятся на голову и вот жареный петух в макушку клюнул. Слышали, наверное, такое выражение. Это про тех людей, говорится, у кого в голове все время роятся какие-то мысли. Вот прицепился человек к одной личности мысли и никак отцепиться не может. какой-то одной темой. Как заболел вроде бы. Так вот, это очень нежелательно. Нужно учиться молчанию мысли, тишине в голове. Но если мысль плохая пришла и никак не уходит, и крутится, у вас крутится на языке, может какой-то фрагмент какой-то словесный крутится из песни, фраза. Знаете, что таким образом сущности испытывают человека на возможность повзаимодействовать с ней. и когда его мысли, навязанные ему мысли этими сущностями в виде какой-то фразы из песни, которая крутилась, крутилась на языке, человек вдруг вслух и запел. Это означает, что человек готов к контакту. Тогда сущности начинают смотреть, с кем он взаимодействует и натравливать его мысли на этого близкого человека. Получается, таким образом в результате этот скандал. И таким образом получается, что мирные, любящие друг друга, супруги, или близкие люди, вибрации, сестры, все время конфликтуют. И происходит это чаще именно дома, когда этим сущностям никто не мешает попакостить на наших головах. Так вот, отрицать все плохие помышления, которые лезут в голову, нужно решительно и наотрез, прямо вслух произнося фразу «Нет, этого нет и быть не может никогда». Таким образом, вы прогоняете плохие мысли и этих сущностей. А если вместо произнесения вслух или напевания назойливого, вертящегося на языке какого-то слова или какой-то фразы из песни, вы почитаете какую-нибудь небольшую, коротенькую молитву, просто «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». Хотя бы. У вас уже эти сущности поймут, расценят вас как непригодного контакту и отряжутся совсем. Еще очень хорошо программировать будущие события силой собственной мысли. Но планировать ситуации, не забегая далеко, далее, чем вперед на полгода, желательно четко представляя конечный результат и отчетливо подетально представляя, каким образом вы этот результат получаете. Так, еще одно интересное правило техники безопасного мышления существует. Всегда берегите свое внутреннее равновесие. Оно нам нужно, чтобы работала интуиция. Это наша главная защита. Ноль эмоций самая лучшая защита на свете. Почему? Ясняю. Дело в том, что когда у человека душевный раздрай или какой-то эмоциональный всплеск, неважно, отрицательный или положительный, это значение имеет. Можно волну хорошо прогнать эмоциональную как и в плюс, так и в минус, в любую сторону. Но если у человека есть такого рода душевное неравновесие, то сигнал тревоги, интуиция, нет спокойного места в организме, в который можно было бы дать этот сигнал тревоги. Среди общего вот этого контекста тревожности постоянно человек просто его не воспреет. Это как озеро, плохую погоду, ветер, на водной глади рябь, и какой камушек туда не брось, толку ноль. А когда человек спокоен, то это тоже как озеро, которое безветренную погоду настолько отражает небеса, что любой даже маленький осенний листочек, упавший на его поверхность, дает хорошие круги на этой воде. И уже становится импульсом тревоги любой маломальский намек на то, что человек куда-то никуда пошел, что-то не то делает, и ему даются знаки в виде небольшой внутренней интуитивной тревожности. Так вот, ноль эмоций нам нужен, чтобы слышать свою родную собственную интуицию. Наше подсознание мудрое, мудрее нас в 20 раз, и оно знает все наперед. Поэтому надо прислушиваться. Старайтесь от души, от сердца, все объекты своего обожания отпускать от себя и не отнимать жизненные силы, жизненно важные энергии у того человека, который вам слишком нужен и слишком важен в вашей жизни. То есть пристрастным обожанием не сглазьте своего любимого человечка. Постарайтесь ему дать возможность чувствовать себя хорошо и комфортно там, где он находится. Общаться легко и свободно с теми, с кем он общается. И если вы будете такой дарящей, положительной, энергетически наполненной любовью одаривать этого человека, ему будет всегда с вами и спокойно, и комфортно, и он будет рядом с вами чувствовать себя как за каменной стеной. Если вы будете пристрастно обожать его, безраздельно желая властвовать эгоистично, единолично, получится такой эффект, что вы заматываете его в паутину своих мыслей форм, перекрывая кислород. Ему ничего другого не останется, как рядом с вами либо погибнуть, потому что перекроется кислород, то есть перекроется тот поток положительной энергии, который от создателя к каждому идет. И у него жизненная сила просто иссякнет, либо ему нужно будет от вас спасаться бегством. Это в основном, когда разбираем отношения с пациентами между ними и их близкими, с которыми они расстались, обычно проявляется как главная причина разлада в отношениях. Ну и что еще я могу рассказать интересного? Например, как чувствовать себя хорошо дома? Не секрет, что в свое время были обнаружены учеными, такими как Кюри и впоследствии ученые Хартман, они обнаружили так называемую сетку Хартмана-Кюри. Это те поры Земли, которыми она дышит, она даже в организме. И она излучая в окружающий космос свою энергию, выбрасывая ее на поверхность через вот эти поры, впитывает также и ту энергию, космоса ближнего и дальнего, который идет к ней, то есть происходит как бы дыхание планеты, и бывает эти поры засоряются, получается геопатогенная зона, наполненная отрицательной или положительным избытком энергии. Поэтому в своей квартирке желательно обследовать те места, на которых вы чаще всего находитесь непрерывно, долго, постоянно, это либо кресло, где вы сидите, смотрите телевизор, диванчики ваши, либо те спальные места, где вы проводите каждые сутки, целую ночь, и обнаружить их несложно. Берем какую-то гаечку или простое обручальное колечко на нитку, подвешиваем на двойную, длина которой не меньше 15 сантиметров, берем какую-то одну руку, закончим эту ниточку, и этим колечком тихонечко, медленно обносим то место пребывания вашего длительного в квартире, на котором вы любите часто находиться, может быть, за компьютером, или перед телевизором, или спальное место. И вот когда ваше колечко в руке спокойное, значит, геопатогенной зоны там нет. Но если колечко начинает выдавать активное колебание по часовой стрелочке, это плюсовой избыток энергии, или против часовой, это минусовой избыток энергии, такие зоны желательно занулить. Зануление таких зон можно произвести элементарно зеркальным осколком. То есть, кусочек зеркала 15 на 15, или даже кусочек отполированного мрамора такого же размера вполне годится. Положенный на пол, он занулит эту зону. После того, как положите такое зеркальце отражательной поверхностью вниз в земле, вы увидите, что ваше колечко уже не выдает этих колебаний. Таким образом, обнаружив и занулит эту зону, вы сможете обезопасить себя от разрушительного потока геопатогенных энергий ваше живье, идущих именно из-под земли. Бывает часто, что человек простудился, под рукой нет лекарств, он где-то в командировке, или где-то на отдыхе находится, расклеиваться никак нельзя, а с подручных средств восстановления самочувствия нет. Поэтому есть очень простые народные способы, как себе помочь. Первым делом возникает температура. Температура это момент, когда организм на уровне крови провзаимодействовал с каким-то болезнетворным вирусом. И это его нормальная реакция, ответная, когда он пытается убить эту инфекцию повышением температуры. Обычно бациллы такого рода и вирусы всех типов и штаммов не удерживают 40 градусную температуру. Поэтому организму приходится повышать свою температуру. Еще бывает у человека слабоватая кислотность и в таком случае желудок пропускает прямо в кишечник прямое насасывание в кровь серотовирусной инфекции, которые попали в организм с водой, с едой, даже и воздушно-капельным путем. То есть у организма заниженный уровень хлора в крови. Хлорид натрия, простая поваренная соль, может повысить ваш уровень хлора в крови. Поэтому можно воспользоваться для себя такими замечательными методами, как сначала полностью исключить еду и воду, пока есть температура, пока она не спадет. При высокой температуре обычно не хочется ни пить, ни есть. Организм словно сам подсказывать, что ему нужно. Но повышать уровень хлора в крови необходим простой поваренной соли. Каждые полчаса и ссасывая крупную крупинку соли, обычной поваренной соли. Кстати, организму это очень нравится при повышенной температуре. Далее, для повышения концентрации хлора в крови, который губительно скажется на бактериях и вирусах, необходимо взять одну таблетку лазикса. Если взрослый человек, то целую. Если это ребенок, то пол таблеточки. Препарат срабатывает через 10-15 минут и дает мощный мочегонный эффект, который и выводит из организма избыточный калий и в крови повышается концентрация хлорида на 3. Срабатывает это все безошибочно. При таких условиях любая инфекция гибнет в течение нескольких часов. По статистике и практике грипп проходит часа за 3-4. Последним этапом поправки организма необходимо сделать йодистую сетку под правым левым подреберьем, где находятся проекции печени и селезенки. Когда идет простудное заболевание, йодные сетки уходят прямо на глазах пропадание. Пропал и сделал, пропал и сделал, пропал и сделал. Ну как раз 5-6. Потом, когда это все проходит, почки, конечно, подсажены, так как желудок правильно не работал и почки не способны активно выводить погибшую инфекцию, которая уже становится для организма токсином. Почкам надо помочь. Для этого на вторые сутки, когда температура спала, мы вводим настойку прополиса капельками. Например, спиртовая настойка прополиса годится по 5 капель на 50 грамм воды. Сначала пьем каждые 2 часа по 5 капель. Потом 3 раза в день. Питье должно быть горячим, чтобы прополис на горячем воде или молоке хорошо всасывался. Далее, потом, когда сутки вот так каждые 2 часа пропили, переходим на режим 3 раза в день в течение 5 суток. На всякий случай, чтобы инфекция полностью ушла из организма, из почек. Потому что их, как правило, когда высокая температура падает, остается температура субфибрильная 37,2. А это означает, что инфекция осела в почках. И как фильтр они уже ладом не работают, поэтому ослабляются и не способны выводить полностью инфекцию прочие токсины. Эта температура субфибрильная не поддается коррекции, она вообще очень длительная, ни на что не реагирует. Прополис же помогает это дело очень быстро и мягко завершить. Тактика ведения любого простудного заболевания таким образом наилучшим способом помогает организму быстро выздороветь, причем без последствий, без осложнений, перенося все практически на ногах. Вывод если желудок хорошо работает мы после 18 на 0 часов не едим. Если желудок вырабатывает сильную соляную кислоту в таком случае невозможно никакие заражения и болезни. Вот именно когда кушаешь до 6 вечера он ее и вырабатывает. Бывает случается у многих людей повышение артериального давления. Момент такой распространенный что о нем тоже трудно не заикнуться. То есть я обязательно должна рассказать что в этом случае делать. Все так просто и элементарно будьте внимательны. Причины высокого давления это гормональные проблемы. Гормон выходит в кровь сосуды либо сужаются либо расширяются то есть давление либо увеличивается либо уменьшается. Воздействие на все это происходит со стороны эндокринной гормональной системы. Причина же высокого давления это нефильтрующие почки. Чтобы соли мочевины не попали в голову головные сосуды мозга не отложились там потом на стенках сосудов нехорошими кристаллами сосуды суживаются давление увеличивается. Повышенное артериальное давление состоит из двух чисел. Верхнее число это почечное давление а нижнее сердечное. Чтобы снизить верхнюю цифру мы даем мочегонный препарат организму и тогда верхнее число сразу падает до нормы до 120. Чтобы понизить нижнее число необходимо пополнить щитовидку йодом. Тут вообще все просто. Наливаем в пригоршну в руки себе небольшое количество йода и растираем в области сердца. По мере всасывания через 10-15 минут нормализуется нижнее сердечное давление. Станет 120 на 80. Так что смотрите все очень просто в наших организмах. по части желудочно-кишечного тракта тоже есть очень хорошая рекомендация. Дело в том, что наш организм активно работает на уровне желудочно-кишечного тракта ЖКТ как медиками говорить с 5 утра и до 6 вечера все что съедено после заката то есть после 6 вечера даже если ты съеден один раз в сутки все равно не усваивается. А всю ночь лежит в желудке и с температурой 36,6 градусов медленно гниет и разлагается. Получается отравление на утро тяжесть в желудке кушать не хочется тошнота дурный запах изо рта. Так вот с 18 часов в работу включаются почки они начинают фильтрацию чтобы вывести все умершие клетки которые желудок растворил. Чтобы помочь почкам фильтровать вязкую кровь после 18 часов можно выпить под соленой воды подобную тому физраствору который продается в аптеках концентрация соли физраствора очень точно отработана так как раствор внутривенный можно попробовать его на вкус запомнить и изготовить самим такой же минеральная вода есентуки 4 или есентуки номер 17 имеет такой же состав после 18 часов можно попить минералки тогда тоже восстанавливается самочувствие и работа почек и вот то что мы в своей жизни иногда не знаем как быть теряемся в ситуациях быстро и легко можно убрать после того как освоишь вот эти рекомендации еще могу сказать что существуют такие ситуации когда человек просто не знает как ему найти вот элементарно пропавшую на глазах вещь то есть дома какой-то предмет лежал перед глазами и вдруг потерялся в таком случае существуют замечательные слова слова паролей они словно откупоривают те блоки в нашем подсознании которые не давали видеть глазам очевидное например слово опека если его повторять когда вы что-то потеряли предмет в течение нескольких минут найдется если вас мучает боль неожиданно возникшая совершенно неподходящей обстановке повторяйте слово измени 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 и чем дольше чаще повторять тем быстрее проходит эта боль слова пароли очень хорошо описаны у нескольких авторов это российские и нероссийские авторы в книгах про слова пароли можно в любой книжный магазин зайти спросить и вам подскажут что да продается здесь такое ну и кроме всего прочего могу рассказать о том в наше сложное финансово напряженное время как вообще обращаться с денежкой чтобы она вас любила магнитилась к вам и была у вас в обиходе постоянной то есть чтобы деньги вас не пугались не шарахались от вас и не покидали вас как песок сквозь пальцы текающий во первых существует этика взаимодействия с денежным знаком денежного знака есть лицо это тот уголок где написано его значение серийного цвета если вы пользуетесь для хранения денег временного карманами знайте что деньги вас любить не будут и будут вас покидать никогда не рассовывайте денежки по карманам а лицом к себе купюрка к купюрке аккуратно вкладывайте в кошелечек коричневого цвета цвет важен потому что коричневый это цвет денег это цвет хранения денег сбережения денег и их приумножения будьте также в курсе что кроме того что денежка должна приниматься вами правой отдавать ее всегда нужно только левой это производит непрерывное движение денежного потока справа налево то есть правую взял левой отдал получается что через ваши руки как через русло денежная река денежный поток будет только увеличиваться приумножать себя есть еще один небольшой секрет когда вы получили максимальное количество зарплатных денег или отпускных постарайтесь на три их не тратить возьмите положите их свой кошелечек и оставьте на три дня полежать это производит такой эффект который называется программирование именно кошелька программирование на сбережение нужной суммы таким образом кошелечек всегда начнет магнитить к себе именно вот такое максимальное количество денежных купюр которые в нем полежали три дня хорошо найти бумажную 10-рублевую купюрку на которой в ее номере содержится хотя бы три семерки пусть не подряд но чтобы они там были тогда происходит такой момент что эта купюрка становится для вас талисманом на ней можно написать желание и оно обязательно сбудется ее нельзя разменивать и нужно хранить кошелечки как неразменную и существующий еще очень интересное такое явление называется зодиакальная предрасположенность к деньгам если вы родились под знаком Авена то скорее всего способность преобразовывать мир по своему усмотрению будет у вас такова что вы будете к деньгам относиться довольно своеобразно но Авены обычно денег особо не ценят относятся к ним как к мусору ну и деньги заодно хоть и любят Авенов липнут к ним долго в руках у них не задерживаются дело в том что Авену важно научиться вынашивать свои мечтания и пожелания молча никогда не рассказывая никому вслух тогда получается исполнение желаний и все что в этот момент человек помечтал молча подумал к нему иногда приходит прям вот как на брючке с голубой каемочкой только бери родной Авенчик и пользуйся так мир может стать для вас удивительным и прекрасным Авены пользуйтесь этим если по аналогичной схеме реализуется сначала одно затем другое потом третье желание то со временем можно почувствовать себя спокойным уверенным то есть войти в зону комфорта соответствующую высшему уровню реализации себя в данном земном воплощении и именно так Авеном и надо поступать чтобы быть в состоянии полной реализации себя на физическом плане другой знак весы весы базовые противоположность энергиям Авена где-то немножко садом азахисты такая энергетика им свойственная у весов почти как у Авена похожа энергия но с точностью да наоборот этим знаком противоположным друг другу и вести себя нужно противоположно если Авен должен стараться быть комфортным для всех то весам вполне подойдет быть дискомфортным чтобы осуществлять задуманные желания хороший и плохой полицейский вот идеальный тандем Авенов и весов низшим уровнем реализации человека родившегося под весами является такой характер взаимоотношений с окружающим миром при котором он стремится подреки этому миру столько себя сколько может в данный момент робко надеясь на взаимность в ответ но отклик обычно не наступает или бывает таким последственным что не возмещает затрат энергии весов но по наивности своей натуры весы продолжают надеяться на возврат их добра сторицей но корисно отмечают в душе напрасность своих усилий постепенно приходят к выводу что они неудачники а все очень просто поправить запомните рожденные под весами окружающим будет не менее приятно находиться с вами если ваши мысли и дела будут направлены на то чтобы наоборот причинить хотя бы маленькое страдание и дискомфорт им а не себе весы если вам предстоит свидание обязательно опоздайте заставьте вторую половинку понервничать а придя на встречу получив букет цветов вместо слов благодарности сделайте дарившему какое-нибудь едкое замечание по поводу того как он одет например твой костюм тебя полнит или старик а главное приучите себя получать удовольствие от подобных выходов и вы с удовольствием заметите что люди не только не избегают вашего общества но и стараются поставить свой лоб под ваши колкости и щелчки потому что даже когда вы их мучаете то излучаете ту живительную и сладостную энергию которая в точности соответствует самому вашему предназначению наивысшей реализации своего земного предназначения значит объем даруемых вами жизненных сил так велик что та маленькая боль причиненная вами которая вы себе позволяете в адрес других ничего не будет значить если художественный образ Авена это фундамент то образ лесов это палач а потому в шутку казните всех кто попадает вам под руку эти люди с радостью исполняют все ваши желания в том числе и желания одарить вас материальными благами тельцы самое вообще самовоплощение это как бы такой великий русский гуманистичный мыслитель сердца их переполнены любовью ближнему своему а руки буквально чешутся от желания сделать благое дело для этого человека превратив его в рай на земле но библейская истина гласит что благими намерениями дорогу-то вымощена в ад стремление заработать деньги во имя другого человека вот причина неудач тельцов в бизнесе дело в том что зоной комфорта соответствующей низшему уровню реализации знака тельца является стремление обрести надежного спутника жизни почувствовать себя как за каменной стеной но как мы видим в жизни тельцы вовсе не захребетники по своей сути скорее наоборот если они находятся в любовных отношениях с кем-то то все силы бросают на благо совместном союзе физические и духовные но парадокс в том что деньги в этом случае не придут это первый нонсенс но есть еще и второй чем больше тельцы стремятся опереться на партнера по брату или по бизнесу тем большее раздражение они у него вызывают вся хитрость в том что тельцам никогда нельзя стремиться опираться на партнера вообще желательно и во-первых и во-вторых помнить что тельц реализует себя полноценно если он хороший эгоист особенно если он привлекательный особо тогда как не нуждающийся не в ком личность может вполне выдавать вид пренебрежения к своим партнерам как по бизнесу так и по браку в этом случае в нем начнут нуждаться все без исключения тельц он как степка разин такая самостоятельность которая себя прокормит и оденет и обоет всех вокруг находящихся найдет себя для любовных у тех того кого пожелает когда придет час более серьезных дел запросто выбросит полюбовника в набежавшую волну чем более независим тельц тем он богаче поскольку постоянно накапливает себе энергию а деньги как и здесь любят сильных для скорпионов подсказочка такого скорпион имеет энергетику тоже циклически замкнутого характера но у него поведенческие нормы человека их прям замкнутого на себя реализация идет через такие моменты как активная предприимчивая ответственная деятельность но ответственная именно относительно себя состояние в котором скорпион достигает своего жизненного максимального успеха напоминает всасывающую энергетическую воронку которая никем и никогда не сможет быть наполнена ну то есть подарки и наслаждения принимаются им вне очереди это и есть высший уровень реализации этого знака если быть конкретным то скорпион очаровательны когда берут все чтобы им не предложили окружающие берут с нескрываемой радостью с искрящейся улыбкой четырехлетнего ребенка который даже не догадывает что полученные подарки надо платить вот у такого скорпиона исполняется самое заветное желание скорпион должен помнить что ему надлежит особенно женщине брать 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 все дары из рук тех кто счастлив ее одаривать и чтобы потраченное на скорпиона не пропало даром надо закреплять отношения юридически не боясь вдоведь например ведь найдется последователь готовый тратиться на скорпиона от соприкосновения с которыми он придется погибнуть но все что оправдывает скорпиона в окончании столь трагических событий так это то что скорпион искренне не желает своим обожателям ничего плохого только два скорпиона смогут используя окружающих долго и счастливо жить вместе создавая семью как гармоничный союз близнецы управляемы стихием воздуха ветров имеют несколько садистский уклон находясь в зоне поглощения чужих страданий недаром наиболее перспективной профессией для них является врачебно-целительская направленность нет я не скорпион я вен к числу к их числу относятся провизоры поглощая энергию чужих страданий близнецы становятся уверенны сильнее и спокойнее иными словами они обретают состояние внутреннего комфорта деньги зарабатывая ими на низшем уровне реализации обычно трудные и малые феномен этого знака в том что когда он дает волю своей необузданной фантазии то ее картины которые придут ему в этот момент в голову вскоре начнут материализовываться и в его жизнь чем несбыточнее мечта близнеца тем скорее становятся реальностью современные люди знают что думать о несбыточном это впустую терять время поэтому и не думают но обидно за близнецов которые могут добиться совершенно невообразимых высот но не знают об этом так что близнецы дерзаются надеюсь читатель не осудит меня слушатель точнее не осудит меня если я назову созидательную энергию близнецов не иначе чем шизоидностью способные материализовывать самые сумасшедшие мысли формы мысли образа знак стрельцов очень интересный стрельцы фокусирующей точкой для людей этого знака вообще для стрельцов является дом но не вообще а только свой собственный не только он полноправный полновластный хозяин если захочет стены перед ним если захочет этаж надстроит мебель повыбросит и натащит всякий хлам или наоборот но все это ни с кем не советуюсь ни у кого не спрашивая разрешение стоит стрельцу захотеть иметь свой дом как необходимые для этого деньги начинают появляться буквально из-под земли стоит захотеть обставить уже имеющееся жилище как сами собой найдутся деньги на это но особая страсть стрельца бытовая техника пылесосы кофеварки всякие аудио видеоаппараты во-первых на их приобретение у стрельца всегда находятся средства а во-вторых он так тщательно занимается обустройством быта что часто подолгу сидит без самого необходимого интересно что отношение к спутнику жизни у него тоже такое же то есть если человек стильно выглядит вызывает восхищение других а главное выполняет возложенные него обязанности стрельц холит и велеет его но если спутник жизни забарахлил вышел из строя приболел стрельц сначала пытается его починить по-быстрому а если починка быстрая не удалась то он его побежит выбрасывать на свалку и подыскивать себе нового партнера соответствующего уже теперешним требованиям стрельца и когда найдет то сменит без сожаления и так к стрельцам деньги притягиваются в том случае если они стремятся приобрести собственное жилище и обустроить имеющиеся но это не единственный метод притяжения денег для стрельцов призвенный металл охотно идет к ним в руки когда они просто озадачиваются темой улучшения благосостояния своей семьи так что вот стрельцам на заметку раки раки и козероги эта пара в жизни должна базироваться на энергетике неприкрытого карьеризма для этих знаков трудными являются лишь маленькие деньги большие же легко как правило к ним примагничиваются высшим уровнем реализации для раков будет стремление сделать карьеру причем неоправданно легко это получается именно благодаря лишь тому что раки озадачиваются этим а вот на низшем уровне реализации оба знака что стрельцы вернее что раки что козероги тяготеют к тяжелой рутинной жизни безнадежности безрадостности из-за природной лени из-за зацепленности за идеальную судьбу идеальные отношения за поиск идеальных возлюбленных удачлив тот человек рожденный под знаком рака который претендует на заведомо недосягаемую китым карьерной лестнице то есть чем глубже пропасть между карьерной претензией и его истинным потенциалом тем больше высшие силы помогают представителю этого знака в этом вести лет успехов рожденных под знаком рака они должны осознать что для них нет недостижимых рубежей раки это хлистаков гришка самозванец главное такой рак всегда настроен на приход в его руки больших и легких денег ну так держать что же скажешь то на секрет успешной жизни и карьеры рака претендовать на тот пост кажущим нестижимым недосягаемым только не надо заниматься шапка закидательством то есть ломить ветку не по себе на высшем уровне реализации рак карьерист в чистом виде что его и красит хотя например это уже будет не к лицу козерогу последний чтобы стать благополучным во всем должен строить свою карьеру через семью а конкретно через связи родителей мужа жены мужа или жены точнее козерог стремящийся сделать карьеру через родных своей половинки становится исключительно удачливым и касается это всех браков какие только есть у человека этого знака то есть паразитировать на родне второй половины им не возбраняется имея успех в любви и беспрепятственном карьерном росте и продвижении по служебной лице когда козероги создают себе карьеру через любовь они не отразимы водолеи водолеям главная кредо это измена не удовлетворяющая их трудовой деятельности и чем больше разнообразных работ сменит водолей тем лучше будет процветание его бизнеса принося все большую материальную отдачу ими словами если ваша деятельность перестала вас удовлетворять и приносит желаемые доходы не приносит желаемый доход ей надо немедленно изменить любым другим видом бизнеса в любви во-первых стараться хотя бы мысленно изменять на каждом шагу свои половинки причем не для того чтобы обрести себе нового спутника жизни нет конечно а из чистого интереса например идет мадам водолей по городу с своим мужем а вокруг другие мужчины них полно немедленно и она мысленно должна их всех поочередно примерить к себе и вовсе не для того чтобы бросить своего мужа а чтобы узнать хорошо или плохо весь мир узнать и тут же забыть про них водолей человек который безнадственно познает жизнь впоследствии измен своему избраннику и именно такому ему идет навстречу удача что касается женщин водолей то мужья тех из них чье дело измена цепляются в них мертвой хваткой возносят на пьедестал водолей знак активный сильный и очень деятельный на низшем уровне реализации водолей стремится быть востребованным окружающим поэтому на нем возят воду все кому нужен такой водолей редко бывает счастлив его востребуют раз другой более к нему не возвращаются а уж тем более ничего ничем не благодарят его за работу и участие для того чтобы водолей нравился людям и они всегда хотели бы видеть его рядом с собой а также стремились предугадывать исполнить его желание надо вести себя в соответствии со своим зодиакальным предназначением и еще никогда нельзя брать на себя чужую боль и с головой погружаться в чужие несчастья ну собственно как и в свои то есть поверхностно относиться к сочувствию это кредо водолей львы лев вот кто должен меньше всех остальных заботиться об окружающих и об их счастье художественный образ знака льва это царь царь это человек который стремится ничего не делать своими руками он только раздает призы вся хитрость заключается в том что окружающие рады исполнять его капризы и приказы и он потихонечку найдет кого-нибудь на ком будут точить свои зубы и когти если в процессе исполнения кто-то кого-то постигнет беда царь не разделяет ответственность он лишь отчетливо все осознает и восклицает царь никогда не должен быть благодарен тем кто возвел его на крестал последние как правило счастливы лишь от того что именно они имели возможность послужить как говорится царю и отечеству устремившись на работу стремитесь львы делать так чтобы аккуратно распределять свои востребованные собственные обязанности между подчиненными или близкими окружающими вас и добиться этого легче всего просто раздавая команды в нужном направлении в нужной или в нужном месте в общем не надо пытаться объяснять причину по которой то или иное дело надо сделать нужно просто приказать и еще никогда не надо благодарить за исполненную работу ведь сама по себе служба царю это же уже почетно тот кто не способен исполнять возложенную вами обязанность достоин не только вашего но и всеобщего произведения и так главное кредо льва это искусство руководить людьми ибо они сами жаждут этого а вы для того и рождены чтобы повелевать и ласковать а не ботрачить на кого-либо девы дева с людьми этого знака самую злую шутку может сыграть получение удовольствия от выполнения работы а еще того кто родился под знаком девы будет любовь поэтому главное для них перешагнуть через это чувство с этой целью надо предпочесть сладость любви более сильным ощущением таким ощущением для девы является продаж себя самого или творение своих рук разума практически с аукциона аукциона захватывающий процесс вообще девы прекрасные рекламодатели прекрасные рекламщики поддавшись азарту участники аукциона способны приобрести абсолютно бесполезную для себя вещь причем за баснословную цену но только из рук девы похвалит любой маломальский предмет и все и он уже востребован и так родившиеся под знаком девы отличные организаторы такими и должны быть бизнесмены и отличные рекламщики получается что те кто из их рук что-то берет пытается не взять но это невозможно всегда обязательно приобретет или купит вот таким образом существует такое предрасположение зодиакальное которое позволяет людям сориентироваться как дальше быть в соответствии с своим предназначением что делать как двигаться не знаю может быть кто-то и не записал для себя ну было сказано где это все будет повторено и сейчас я могу ответить на вопросы которые интересуют слушателей если таковые имеются имеются таковые да есть вопросы есть и реплики ну такая реплика когда-то читал гороскоп кстати откуда ты его взяла вопрос такой не перечитываешь ли ты какой-либо журнал нет нет это не журнал это никакое не перечитывание это зодиакальное предрасположение к материальной жизни разных людей под рожденным под разными знаками зодиака и никакого никакой публикации оно не является оно было в свое время сформировано мной лично сформировано именно из соблюдения жизненных вот здесь я Гриша написал прям в список грехов какой-то получается карьеризм эгоизм корысть жажда наживы измены безнравственности лень капризы неблагодарность проституция что дальше короче нет чистых людей там вообще были знаки счастливым там вообще были знаки счастливым концом как хорошо что я из него вышел понятно ну здесь значит цель какая пока ты читала здесь обсуждение шло такое ты себя позиционируешь судя по твоим словам как христианка а с другой стороны пользуешься тем что к христианам отношение имеет это вот гороскопы гадания защита энергетическая и так далее в христианстве же есть определенный перечень защит пришел поставил свечку помолился и так далее вот здесь у наших радиослушателей возник вопрос почему ты пользуешься библейскими какими-то направлениями но в то же время ты им противоречишь нет никаких противоречий я вам скажу что я не пользуюсь никакими противоречивыми методами дело в том что существуют объективные понятия о том как вообще легче выжить в этой в этом мироздании и они в свое время вот эти правила эти техники приносились как куски пирога разными пророками на землю и давались людям и по своей сути нет ни православных ни каких-то там протестантов ни каких-то там буддистов это все единый Бог и единая вера и единые как бы порции одного и того же пирога касательно православия скажу отдельно я в свое время была приглашена на учебу несмотря на то что это нарушало все экономии православные без пострига без монашества на учебу в духовную семинарию был момент когда в моей квартире мироточили три года иконы батюшка узнал об этом мой исповедник пригласил патриарха нашего Алексея Челябинского и значит отслужив у меня в квартире службу он увидел что да реальное событие и значит дал какое мне благословение касательно этого этой учебы я была очень поражена тому как там нас обучали дело в том что православный народ он должен понимать что конечно православие это путь мученичества путь Иисуса Христа который как бы желателен для каждого православного как его повтор самоотверженность то есть бьют по одной щеке подставляя другую неси свой тяжкий крест и муками очищай душу свою так вот самое интересное что я для себя уяснила и то что сейчас как правило людям непонятно и неизвестно но навязывается им даже не служителями храмов а простыми продавцами вот этих всех атрибутов веры свечей там крестиков и всего прочего иконок значит навязывается такая рекомендация ставьте ставьте себе и друг другу за здравие здоровей будете так вот относительно вот этого молебна о здравии хочу пояснение особое сделать нас обучали в духовной семинаре тому что молебен о здравии позволителен только врагу и обидчику что это значит это значит что сам по себе он являет собой прошение о полосе неудач никоим образом не делая никого здоровее и полоса неудач от одной поставленной за здравой свечи может тянуться от трех месяцев до года а если это сорока уст а есть еще такие рекомендатели которые сразу из всех храмов рекомендуют поставить в один день сорока уст ну извините меня тогда полоса неудач будет длиться больше 25 лет не всякий живой человек это осень когда одна проблема не заканчивается навалится уже другая то есть это так сказать благословленное священниками самое натуральное наведение порчи человека я была в шоке когда нас этому обучали что да вот действительно это прошение полосы неудач и молебен сам так и звучит что помилуй господи отпавшего от тебя погрязшего в грехах раба ты вот такого-то дай ему значит полное отнятие всех благ всех здравий и всех отношений добрых возгнув от мглы нечистых привидений дьявольских сам сподобился с чистой уже совестью устами своими воспевать и восхвалять святое имя твое то есть надо так человечка размазать по асфальту чтобы он после этого лично сам смоляясь получил какую-то маломальскую поддержку подмогу и какое-то отпущение своих бед так вот вывод какой напрашивается если нельзя оздоровиться за здравым молебом что же делать а делать надо вот что нужно помнить что окружающая населенность живой организм и мы части его и в этом живом организме только тогда получишь на всех уровнях подмогу и поддержку и выход из затруднительных положений и подсказки когда ты благодарная душа то есть умеет поблагодарить в том же храме закажи благодарственной молитвы за женщин кстати положено спасителю Иисусу Христу благодарственной заказ за мужчин Богородицы вот этот момент очень важный хотелось бы озвучить что я собственно и сделала ну и потом да действительно освещать свое живье желательно в православии положено это делать ладовым но энергетика ладовна как вы показали обследование держится в атмосфере квартиры не больше двух часов смысл пользоваться им когда есть сандаловые благовония ну и что что они буддийские священники всеми пользуются для своих нужд дома берешь сандаловую палочку по минутке зажег подымил ее в одной комнате в другой в кухоньке по минутке и хватает этой зарядности положительной энергетики на полгода ну или как экстрасенсы любят говорить до первого скандала то есть если ссоритесь сразу же вся положительная энергетика уходит в нуле возникает отрицесс лучше не ссорьтесь живите дружно любите друг друга еще вопросы ты прям так все это рассказала и такое ощущение что ты вскрыла тот клубок противоречий который в общем-то обычному христианину вообще не должен как-то даже в голову приходить это сказала вот это вот неправильно батюшки тут назначили эту молитву и за здравие свечки нельзя ставить и вот это не надо применять и вот то не катит как-то и не противоречит буддистское этому и китайское этому и так далее ничего ничему не противоречит в нашей земной жизни мы просто об этом не знаем хорошо а как быть с тем например что вот ты говоришь что бог создатель один но если мы возьмем в первоисточнике ветхий например тот же самый завет в первоисточнике то там все-таки в самом начале говорится не про бога который все создавал а про богов там множество богов поминается а не один бог который создавал и землю и пространство и тверди и много-много чего другое но если хотите я на эту тему могу развить длительное сообщение длительное не надо просто вот как-то так чтобы пояснить свою позицию коротко но ясно дело в том что боги о которых первоисточник сообщает это те инопланетные цивилизации которые и создали по образу и подобию своему нашу человеческую расу дело-то в том что промежуточная звена между нами обезьян и обыклый может ибо их ДНК обезьянок смешав со своим вот эти боги и создали нас и первый Адам он кстати был не первый эксперимент он уже был получившийся скорее всего далеко не первый и дама его тоже сделана из ребра его то есть взята была клетка наклонирования это все подожди давай уточним да то что ты говоришь это понятная теория но давай во-первых мы уточним то что во-первых упоминаются сначала боги которые создали по образу и подобию людей сказали им плодитесь и размножайтесь и владейте все землею и так далее и тому подобное указали что кушать что не кушать и вот с этим все связано потом они ушли и появился один господь уже бог он назывался господь именно бог а не боги и вот он уже создал себе удел его насадил но земля была не обрабатываемая необходим был тот кто ее обрабатывал и тогда он уже не по своему образу подобию не взял тех которые люди были готовы а создал именно Адама и дальше уже то что ты стала рассказывать дальше уже там была операция проведена клонирование новичка доли и так далее появилась так называемая Ева а давайте не будем сильно вдаваться вдаваться в религиозные тонкости святых писаний ибо они множественно раз переведены и уже с такими искажениями мы их воспринимать такими они есть не должны как абсолютную истину а давайте кто-то ближе к теме к теме разговоров да я понял тогда опять мы это говорим что то что построено на том что уже много переведено и так далее то уже получается как минимум недостоверно в этом случае опять с нашей стороны летит некий такой булыжник в сторону тех кто этим пользуется это не очень хорошо на мой взгляд мое пророчество о том значит что на самом деле представляет собой те цивилизации которые редко-редко нас посещают оно записано было не так давно в начале сентября месяца кунгуровым Алексеем Ивановичем приезжавшим ко мне в гости но в ютубе есть то есть право общество Елены Целинклинице послушайте кому интересно там все подробно сказано что они для чего они нас сюда поместили почему мы должны плодиться и размножаться почему нам поставлен в ДНК таймер который не дает прожить больше 100 лет хотя мы вполне могли бы и для чего нужна быстрая смена поколений чтобы вот прилетая к нам периодически пожинать свои плоды для чего мы им нужны там все четко конкретно обсказано хорошо так теперь давай значит вопросы которые поступали так идем к самому началу идем идем вопросов поступило уже много долго идем вот пришли вопрос в эфир от Данила здравия со ведущим интересная ведущая сегодня помнит опыт предыдущей жизни своих или жизни или те или же это коллективный опыт нескольких душ из новосферии акаши ваше мнение пожалуйста Елена благодарю за ответ я поняла вопрос отвечаю помню свои прошлые 7 жизней подробно и 30 которые были из акаши если интересно так хорошо очень конкретно да благодарю Виталий Скива у меня квартира обтыкана заговоренными иголками входная дверь и окна вопрос эфира какие камеи защищают от сглаза и порчи благодарю от сглаза и порчи защищают ваш ноль эмоций больше всех будьте в нуле но внутренний позитив важен и тогда никакие камеи даже нужны не будут ответила? это мы узнаем уже у него он же какую-то реакцию наверное проявит в чате дальше я же не могу сказать за другого получила ответа не получила Елена 777 вопрос эфир а если не успеваешь сделать обережные ритуалы от колдовства и берешь в руки всякую дрянь что делать если не знаешь о безопасности зашла домой срочно соленую ванну приняла душем потом закончила хотя бы что-то смыть с себя вода мощный съемник информации она все это унесет сразу напоминаю нашему радиослушателю кто в чате вопросы пишет что если в начале вопроса отсутствует фраза вопрос в эфир от такого-то такого-то оттуда-оттуда-то то в этом случае я не воспринимаю это как вопрос в эфир я воспринимаю просто как переписку в чате так что если вы хотите чтобы ваш вопрос в эфире прозвучал то в чате пожалуйста пишите вопрос в эфир от дяди Вани из Мурманска условно и дальше сам вопрос хорошо читаем дальше хорошечко вопрос в эфир самое сложное сегодня посещать места больших скоплений людей это большие строительные или продуктовые магазины скажите пожалуйста как подготовиться к этому процессу и как себя там вести спасибо за ответ отвечаю дело в том что сила нашей мысли велика настолько что мы даже представить этой силы не можем достаточно всего лишь вообразить при входе вместо скопления народа что от макушки вниз в землю потепить течет огромный водопад со всех сторон смывающий все негативные мысли формы чужие взгляды всякие нехорошие энергии которые там могут водиться и сущности и вот это вот момент который очень важно освоить метода элементарная на уровне визуализации пока помнишь она работает очень хорошо работает рекомендую так дальше следующий вопрос я Гриша задал всем крепкого здравия вопрос эфира Елена хорошо бы если человек православный а если я ведический православный не делаю различий ни между кем ни между православным ни ведическим ни прочими какими вероисповедающими или верующими никаких различий не делать человек он чего дух век 100 лет дух приходящий в веках и какой бы он себе обрядовый ритуал не выбрал показать создателю что он стоит на пути служения добро и свету все годится лишь бы стоял обоими ножками на этой стезе хорошо дальше вопрос я читаю как вот написано тут написали я про камни спрашивал я говорю как написал как написано было камеи я так и прочитал камеи так что пишите проверяйте на ошибки я же не знаю что вы там может быть какое-то слово есть волшебное о котором я даже не догадываюсь а вдруг я там от себя что-то придумал потом скажете ну вот я задавал про это а ты по своему транскрипцию навел вопрос эфир от Олега из Иркутска здравия Елена меня зовут Олег и я еще к тому же и Олегович и мой жизненный опыт показывает что я повторяю в каких-то ситуациях судьбу отца но это еще не все у меня есть на тонком уровне ощущение что во мне проявляется та часть характера моего отца которую я резко не приемлю так как она противоречит всей моей сущности и в разных жизненных ситуациях оказывает мне медвежью в кавычках услугу в тот момент когда я ослабляю по разным причинам контроль над нею поясни будь добра как взаимодействовать или как избавиться вот от этой матрешки которая перекрывает иногда мое истинное я благодарю легко дело в том что прямо на цифрах пример приведу бабушка добрая и милая женщина у нее агрессия всего 30 единиц подсознательная и она имела всего лишь пьющего мужа который иногда ее бил и она очень от этого страдала но имела дитя дочку и эта дочка получила троекратное через ее мировоззрение усиление этой агрессии то есть у нее уже не 30 у нее уже 90 единиц агрессии подсознательной дальше рождается у этой дочки у которой кстати нет мужа а от любовника рождается тоже дочка и у нее уже 270 единиц а предел допустимого подсознательной агрессии 220 то есть передается характер вместе с мировоззрением мировоззрение впитываем мы от родителей с детства И у этой девочки уже бесплодие, и ей уже не положено продлять себя в потомках. Уровень агрессии достиг того момента, когда его нельзя передавать в потомках. То есть, чтобы вас не напрягало ваше вот такое вот поведение в некоторых ситуациях, схожее с отцом в тех негативных моментах, которые вы не приемлете лично для себя, вам всего лишь нужно помнить, что вы впитали в себя мировоззрение родителя. А мировоззрение определяет и характер, и судьбу человека. Поэтому изменить судьбу и характер вы можете принятым решением. В одночасье благо с 2002 года такой дар судьбы от высших сил нашему мирозданию перепал. Именно человечеству. Нас отпустили на самоуправление своей судьбой. Поэтому примите решение не соответствовать тем принципам и тем взглядам, которым соответствовал ваш батюшка. И в таком случае, как только появятся сходные ситуации, где он повел бы себя вот так, как вам тоже хочется себя повести, постарайтесь изменить точку зрения и повести себя по-другому. Хорошо. Благодарю. Так, следующий вопрос. Влад 264. Знает ли госпожа лектор, что Господь – это Яхва и ничего общего со славянами не имеет, что пора возвращаться в старую русскую веру? Яхва – это не Господь. Яхва – это та сущность, которую мы называли Богом когда-то много веков назад. Но на самом деле это тот инопланетный рептилоид, который тоже частично властвовал над людьми, давал свои заветы, рекомендации. Это ложный Бог. И самое интересное, что сейчас даже вопрос не в том, каким богам поклоняться. Вопрос в том, хотим мы как цивилизация выжить или нет. И чтобы выжить, нам нужно все религии объединять. Потому что это, еще раз повторюсь, куски одного пирога. Все эти знания, которые привносились в человечество постепенно, они уже сейчас сложились в такую полную доктрину понимания мироздания нашего, что образовывайтесь дальше, узнавайте что-то большее, кроме как о своем Яхве. Что-то еще узнавайте дальше. Не стойте на месте, растите духовно. И все будет понятно. Лен, вот какая ситуация интересная возникает. Смотри, если мы говорим, что Яхва – это ложный Бог, то в этом случае мы отвергаем или оскорбляем многих верующих. Никакую не хочу оскорбить. Нет, ну потому что… Да, слушаю. Потому что я закончу. Потому что все-таки в христианстве, как в западном, так и в восточном, существует множество молитв, песнопений, псалмов, где употребляется слово «аллилуйя». «Аллилуйя» переводится как «славься Яхве». Именно так это можно посмотреть в его справочнике. Это вот то, что сейчас сказалось, что это ложный Бог. То есть на меня не обижаются верующие в Бога Яхвы. Никто их не собирался оскорблять. Просто достаточно долго уже люди, простоявшие на этом пути и не увидевшие особо никакого результата от возносимых восхвалений и молитв, наверное, должны вывод для себя сделать. Понял тебя. И еще тогда такое уточнение, с моей стороны хочу понять. Объединение всех религий, поскольку они части единого целого. Но ведь если разобраться с некими религией, не будем пальцем указывать, как говорила мартышка из известного мультфильма, хотя это был слоненок. Есть религии, которые, например, там указываются о том, что надо себя вести с представителями не этой религии, очень, так скажем, не мягко, не цивильно и не подружески. То есть можно их обворовывать, можно их убивать, можно там еще что-то делать. А, например, то, что связано со славянским мировоззрением, это наоборот протягивает руку помощи не только ближним своим, но и другим, помогать встать с колен тех, кого унижают и так далее. Как здесь можно совместить вот эти религии? Представим, да, что они что-то общее имеют. Но как можно совместить, если верование славянское отличается от религии, от тех, где унижение других народов не в религии, которая находится, присутствует? Поняла, Ваше вопрос. Дело в том, что каждая порция той информации, которая приносилась свыше человечеству, она была как ступень эволюции духа. А каждая ступень всегда дальше и всегда выше предыдущей. И славян, конечно, можно понять в том плане, что они жили в те времена, когда это было допустимо, по их моральным понятиям. А сейчас наше православие, оно стоит на ступень выше всех этих религий. Почему? Во-первых, оно призывает ко всепрощению. Во-вторых, оно к помощи ближним призывает. А в-третьих, там единственное у нас, в нашем славянском, вернее, в православном вероисповедании, есть такая процедура, как очищение души и исповедей. Есть еще где-нибудь другой религии? Нету. То есть каждая ступень предыдущая, она на ту мораль опиралась, которая была допустима на тот период развития духовности человечества. А следующая всегда дальше и выше. И вот сейчас мы достигли по православию той верхней ступени, выше которой будет только следующая. Я понял. Ты меня сейчас немножко в путаницу ввела. Первыми, дело в том, что как раз в православии это Яхва и употребляется, который является ложным богом. А во-вторых, все-таки Яхва, он вышел из Ветхого Завета, где как раз были проповеди и заповеди унижения кого-то другого. Но к славянам это отношение никак не имело. Славяне жили по своим традициям, где наоборот говорилось о другом, что надо помогать, быть милосердным. Но при этом, если враг пришел отнимать жизнь, то необходимо защищать свою землю, защищать своих родичей. И на этом себя стояли. То есть не нападаешь сам, помогаешь другим. И сейчас мы видим, что как раз вот это миролюбие и здравомыслие, которое всегда было свойственным славянам, на него сейчас все обращают внимание, что за этим как раз и будущее. Я тогда немножко не понял, каким образом иудейский бог Яхве появился позже, чем славянское мировоззрение, и он был более высшей стадией развития, нежели чем славянское, та, которая сейчас, которой все и стремятся, уже начали разговоры вести про то, что вот надо как-нибудь... Давайте тогда так. Я готовилась к передаче, которая должна была содержать Советы Цели Элья, а не обсуждение религии. Давайте подготовим передачу с обсуждением религии. Хорошо, хорошо, ладно. Просто вопросы... Академию тему. Да, я понял, Елена. Просто вопросы, которые идут, я их задаю. Это же не я вопросы придумал. Ладно, я понимаю. Ну, давайте... Ну, хорошо, если наши радиослушатели скажут сейчас вот давайте сделаем, мы обязательно сделаем. Давайте сделаем. Так, все, идем дальше по вопросам. Так, вопрос эфир от Олега из Иркутска. Елена, я в детстве периодически у изголовья кроватки видел сущность в виде слона, и я по-детски плакал, пугался его, но никто его не видел, и взрослых, а я имел удовольствие в кавычках лицезреть на эту сущность, слонячью рожу. Что это такое заявление? Квартиру тогда, где мы жили, родители снимали в наем. Возможно, это старый домовой? Благодарю. Олег из Иркутска. Возможно, и домовой. Дело в том, что детки обычно до 5-7 лет имеют в виде нетонких энергий сущностей, но все видят их только до тех пор, пока их сознание готово это воспринимать, а в нас они не поддерживают развитие этой способности, и она постепенно закрывается. Мне поддержали вовремя, у меня не закрылось, я до сих пор это все вижу. Сущность, о которой вы говорите, называется бездлинный нос. Это сущность разлада в семье, эта сущность вторжения в близкие отношения ваших родителей была, и она их иссорила и извлекала из этого скандала себе энергию подпитки. То есть самая конкретная, непосредственная сущность, которую даже можно увидеть на восковой отливке, если человек учитит ментал от стрессовой перегрузки, отливанием воска. То есть в моих руках, в руках видящего эта процедура очень хорошо работает и быстрые результаты положительные дают. Человек разгружается от стрессов, у него проявляется хорошее настроение, прекрасный сон, восстанавливается самочувствие, и он перестает чувствовать ту перегрузку, которая его давила. Так что приглашаю всех желающих пройти такую процедуру. Хорошее уточнение. Идем дальше. Так, идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира Изматиевича. Елена, с раннего детства я хочу найти способ преобразовать энергию сил зла в электроэнергию. Но пока не удалось создать действующую модель трансформатора. Что я делаю не так? Скажу. Дело в том, что у вас неправильные цели поставлены. Дело в том, что не существует ни энергии зла, ни энергии добра. Вот это разделение, оно вообще в природе отсутствует. Есть равновесие в природе. Равновесие сил и энергии. И есть даже специальная энергетически информационная служба равновесные силы, которые следят за равновесием в природе. И у меня даже были случаи, когда мои пациенты подпадали под воздействие этих сил. Они их называли темными. Они говорили, что претерпели самое настоящее нападение. Что несчастье постигает, как раз, когда происходит какое-то такое событие, которого, ну, фактически, человек ждал всю жизнь. Любовь грандиозная, любовь всей жизни. И вдруг она отнимается, и все правильно. Как же вы хотели? Равновесные силы увидели огромный всплеск энергии, которого не должно быть. В ответ на которые окружающая Вселенная отзовется землетрясением. Они не могут допустить этого выброса энергии и гасит его вашей разлукой с любимым человеком. То есть, никакого зла и добра не существует. Существует плюсовая и минусовая энергетика. А живем мы все внутри электровещества Вселенной. Поэтому, если вы хотите генератор правильно сделать, делайте без топлива и генератор электроэнергии, который вполне можно себе позволить сделать из красных магнитов и электрических катушек. Я этой темой тоже, кстати, давно озадачена. Ищу человека, который бы изобрел, делал и, наконец-то, уже опытный образец показал в действии. И не нахожу. Реально. Елена, уверяю тебя, что не только ты этой темой озадачена. Очень нравится мне эта тема. По секрету скажу, мне тоже. Мы с тобой фанаты этой темы, да, получается? Да, да. Вопрос, а почему, как ты думаешь, что до сих пор нет тех людей, которые бы создали и показали в открытую, что вот люди, давайте я с вами поделюсь. Ведь куча фейков появляется, появляются даже какие-то рабочие модели. Но тех, которые готовы поделиться, нет. Обычно как-то все так сделал, показал и спрятался. Даже есть те, которые со мной были готовы эти темы поделиться и не смогли. Дело в том, что те промышленники, которые занимаются темой выработки полезных ископаемых, горючих материалов для двигателей там нет до качества, чтобы бензин сделать, там уголь, чтобы на нем электростанции работали, они, эти отрасли, уже запущены так мощно, что представить даже себе, что какой-то там Кулибин сделает бестопливный генератор, поставит на поток и отнимет у них этот кусок хлеба жирный с маслом, они себе позволят, но система не даст. Это нужно всем миром собраться и взбунтоваться против этой системы, которая загрязняет окружающую атмосферу выхлопами, выбросами, ведь есть же возможность на простой воде гонять автомобили, то есть двигатели такого рода уже я знаю сделаны, и я не буду озвучивать кем, потому что мне за этих человечков, честно говоря, боязно. Елена, сразу говорю, призывы к свержению власти и свержению системы, мы как бы взбунтоваться, слово здесь присутствовало, мы не пощеряем. Не пощеряем, понятно. Да, мы за без вот такие вот не революционные, а эволюционные. Хорошо, конечно, мирным путем. Да, мирным путем, без свержения, без войнушки и так далее. Свершения, без всяких войнушек, без всяких там губительных процедур, но не секрет же, что система нас-то губит, она-то не стесняется нас губить, а нам нельзя с нее бунтовать. Ну, мы не бунтуем, мы просто делаем как бы все возможности для того, чтобы человек, став осознанным, став хозяином своей земли, перестал сам, в первую очередь, ее уродовать, своим детям рассказал, воспитал их правильно, основываясь на наших принципах существования, жить в ладу с природой, по совести. Вот, и уже после этого, когда это будет становиться уже повсеместным, то в этом случае тогда так или иначе тем, кто представляет систему, ведь система не сама собой существует, да, и кто-то представляет, кто-то ее поддерживает и служит ей, то они так или иначе будут просто вынуждены считаться с людьми и понимать, что или революция, или эволюция, то другого варианта нет, потому что если, вот я задумывался со временем, как мне там сказал один из людей, который там во власти находится, в одном месте, он сказал, слушай, мы просто боимся, а вдруг там вы очень умными станете, и если станете умными, то тогда как вами управлять-то, то есть вот большинство там страх такой, есть еще страх, как ты правильно сказала, потерять деньги, то есть если все станут умными, себя обеспечат энергией, то в этом случае а с кого мы будем деньги получать, да, такой страх тоже есть, а когда соединяются вот эти два страха, то получается как раз представители вот той самой системы, которые ее создают, я ему сказал, а что ты боишься-то, но если вы дадите возможность русскому человеку и коренным народам жить по совести в ладу с природой, до вас им дела не будет, вы просто дайте возможность им жить, и они еще вам спасибо скажут, еще вам памятники поставят золотыми, да и ничего вы не потеряете, потому что русский человек, он всегда отличался своей широтой души, и ну все ошибаются в конце концов, кто-то из-за страха, кто-то из-за чего-то еще, вот, и он согласился, кстати, но беда в том, что он-то один, а представителей огромное количество, не со всеми удается поговорить. Ну, ладно, от политики уходим, идем дальше. Можно от меня тоже маленький вопросик? Давай. У нас много еще времени до конца передачи, просто я еще многодетная мама, и у меня детки хотят уже спать. А, так, вопросов много, потому что ты завела очень интересную тему, и вот тут прям вопросы идут-удут. Так, тогда давай назначаем, сколько тебе возможно еще потратить время? Десять минут. Десять минут. Ну, все, давай тогда, вот сейчас у нас половина, десять минут, значит, сорок минут заканчиваем. Вопрос от Владимира Замотища. С раннего детства я хочу найти способ преобразовать энергию сил зла, этому задали вопрос следующий от Виктора. Елена, я слышал, что в ситуациях, когда дома что-то не находишь, нужно обращаться к домовому, домовой, домовой, поиграл и верни, тогда в течение пяти минут потеря находится. Что ты думаешь про такие сущности, как домовой? Со своим дружу. Помогаю. Пользуйтесь. Уже хороший ответ. Я думаю, многим понравится. Сразу ладоши захлопают. Хаврошечка. Вопрос в эфир. Близкий человек, воспитанный на классической музыке, имеющий тонкий слух, до боли страдает от этого, не может слушать славянские древние напевы, испытывая что-то сходное со страхом, а мое сердце просто растворяется в блаженстве от этой музыки. Как быть? Можно ли найти безболезненное решение? Или так и слушать любимую музыку наедине? Спасибо за ответ. Конечно, можно. Часто бывает, что возлюбленными парами становятся вражды в прошлых жизнях души. В разных телах жили, но враждовали. И именно интересы их противоположные, вкусы, не совпадают по этой причине. Очень может быть, что у вас такой случай. Поэтому волнуешься, конечно, в одиночестве слушать свои напевы, наушниках. Для этого сейчас есть вся необходимая техника. То есть, одел бананы и наслаждайся. Да, и не раздражай любимого человека. Вышла замуж и держись там. Ну да. На 1250 женщин сейчас, один мужчина на планете. Так что, вы там держитесь. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Есть примета народное поверье, что если закопать камень в землю, то будет тяжелая судьба. Ведь наши предки с уважением относились к камням и в ведах есть упоминание, что камень и дерево имеют душу. Что скажешь, Елена, в пользу или против этого толкования? Камень не просто имеет душу. Многие миллионы лет тому назад на нашей планете существовала кремниевая жизнь. И к тому есть все возможные предпосылки и сейчас. Есть камни, которые самостоятельно путешествуют по пустыне, даже против ветра двигаются. Есть камни, которые размножаются. Ролики в Ютубе на эту тему, пожалуйста, смотрите. Можете мое вот право соцсетяние Елены послушать в Ютубе, который Кунгуров Алексей Иванович снял. Там об этом тоже хорошо рассказано. Я уж не буду здесь подробностей отдаваться. Но да, камни имеют душу, имеют огромную силу и с ними можно общаться. Это так. Хорошо. Следующий вопрос Владимир Змытищ. Он спрашивает, если я электросушку куплю и буду сухофрукты сушить, оправданно ли будет это с позиции здоровья? Вообще, конечно, любые полуфабрикаты, они уже полуфабрикаты. Лучше все в свежем виде употреблять. Лучше вы эти фрукты закатайте, законсервируйте. Все-таки по витамине не будет. Так, дальше вопрос от Олега Зыркутска. У славян есть свой гороскоп, называется «Ворожий круг». Я сравнил свой славянский гороскоп и восточный. Соответственно, славянский, как калька, ложится на мои черты характера, особенно души и так далее. А восточный гороскоп лишь 50 на 50 соответствует действительности. Не считаешь ли ты, Елена, что нам, славянам, больше подходят наши славянские знания о звездах, чертогах, созвездиях, богах, покровителях, чем заимствованы восточные гороскопы? Ну, почему нет? Конечно. Никаких противоречий не вижу. Нравится что-то, к чему душа лежит, вот к тому и будьте привержены. Благодарю. внутренний комфорт. Понял, услышал. Елена, 777, вопрос эфира. Как вылечить суставы? Суставы нужно сначала диагностировать правильно. В большинстве случаев суставы разрушают грибковая инфекция, попадающая в организм, в течение всей жизни. И большинство тех, кто страдает этим заболеванием на старости, в юности просто не был в курсе того, что зацепил грибковое заболевание. Грибковое заболевание опасно тем, что оно именно бросая споры в кровь, попадает и сдерживается в суставах. И надо общаться лично, чтобы вас правильно диагностировать и дать вам рекомендации. Так, в общих чертах я вам ничего сказать не смогу. Это нужно индивидуально делать. То есть, таблетку не дам? Обращайтесь, таблетку не дам. Хорошо. То есть, все индивидуально. Я согласен с тобой, когда обращаются, давайте, универсальный, вернее, рецепт, здесь очень надо осторожно быть, согласен. Юрий, вопрос в эфир. Как ведущий относится к 13-му знаку зодиака, змееносцу? Хорошо отношусь, редкий. Редкий, значит, уникальный. Понятно. Радость, вопрос в эфир. Назвался, назвалась Евгения из Самары. Елена, скажите, пожалуйста, что делать, если друзья, христиане, заказывают вам молитву о здравии без вашего ведома об этом? Можно ли защититься от этого? Можно. Есть посвященные целители, космоэнергеты, которым даны полномочия свыше отменять негативные программы и полосы неудач. Обращайтесь. Помогу. Ясно. То есть, самому здесь как бы вот не получится. Практически невозможно. Но благодаря посвященному целителю можно даже снять те обеты, бедности, там, безбрачия, скорби во имя Бога, которые им в прошлых жизнях монашества душа дала навсегда Богу. И снять их тоже можно. Благодаря тому, что у посвященного целителя есть возможность общаться с ангелами кармы, распорядителями судьбы конкретного человека. Хорошо. Елена777, вопрос в эфир. Как защититься от зависти от вампиров, людей, которые пьют энергетику? Ну, здесь самая лучшая защита – ноль эмоций. и зеркальный водопад, я уже про него говорила. От макушки представляете, что вас обтекает до самой земли зеркальный водопад. Кстати, тут же, как только эту мыслеформу на себя примеряешь, исчезает сонливость, зевота, прекращается ломота в костях, прекращается щипание глаз, которое прямо вот до слез зеваешь, в глазах, как песок насыпан. Это признаки в империзме. Они уходят сразу. Хорошо. Вопрос эфира от Евгении из Самары. Скажите, пожалуйста, что делать есть… А, это уже повтор. Пожалуйста, по два раза не пишите одни и те же вопросы. Вопрос эфира от Евгении из Самары еще раз. Повторение еще раз, то есть много раз одно и то же. Дальше. Денис из Белгорода. Как осознать, что ты душа, а не тело, потому что без осознания этого вся духовность и религиозность бесполезна? Очень просто. Ты кто? Нога? Рука? Ты торс? Или ты голова? Что есть ты? Ты говоришь, я живу в этом теле. Это моя рука, моя нога, моя голова. Значит, ты не тело. Вот тебе и логика. Благодарю. Елена, 777. Вопрос эфир. Какой у вас сайт? Да, есть сайт ВКонтакте. ВКонтакте есть на стену. Посмотрите, там на стене есть вывеска от меня. И все контактные данные, там и адрес скайпа, и телефончик созданный, пожалуйста, обращайтесь. Ну, ВКонтакте, как тебя найти-то? Подскажи людям. А к Смирнову Елену Эдуардовну. Смирнова Елена Эдуардовна. Да, целитель Смирнова Елена Эдуардовна. Хорошо. Дальше, Илья, 28, 92, вопрос эфир. Завтра господспециальности, который больше не будет, второй год пытаюсь сдать, назван не в честь дедушки, как было принято у отца. Целый год прожмурики, становления сейчас, за 15 дней, будь готов. Завтра суд. Что-то прям такой сумбурный вопрос. Еще раз, суд на какую тему? Вот, еще раз читаю, медленно читаю. Завтра господспециальности, которой больше не будет. Это первая часть. Второй год пытаюсь сдать. Точка. Назван не в честь дедушки, как было принято у отца. То есть, видимо, у отца отец был в честь дедушки назван. Своего. Или там, не знаю, кого-то еще. Целый год промурыжи, ну, видимо, ли, с восстановлением, а сейчас, за 15 дней, будь готов. Завтра суд. То есть, куда там восстанавливать? Я так поняла, что никакой это не суд, это экзамен. Ну, вот. Государственный экзамен какой-то. И чтобы завтра его сдать, в подготовке дали всего 15 дней. Да, нет, пусть черкнет. Я правильно поняла? Чтобы сдать экзамен, есть отличное слово. Пароль получается. И вперед. Вот два слова пароля. Можно третье добавить вместе. Получается. Вперед. Очень хорошая такая вот речевочка, которую повторяешь и сдаешься. Ура. Ну, в принципе, у нас 10 минут почти вышли, осталось 2 минуты, как мы и обещали. Поэтому, если успеет написать да-нет, то я зачитаю. Нет, значит, нет. У нас заключение, чтобы уже не затягивать, есть такая традиция, когда да-да-да, он написал, да-да-да, так оно и есть. Да. Значит, вперед. Айда, да? Айда. Значит, у нас есть такая традиция, когда что-либо рассказывающий желает тем, кто его слушает. Вот у тебя есть возможность, исходя из нашей темы энергоинформационной безопасности в мире, что-либо доброе, вечное, красивое пожелать нашим радиослушатым. С удовольствием. Я желаю всем быть на позитиве внутреннем, учиться быть в нуле эмоций, учиться контролю над своим мышлением, а значит, жить безопасной и счастливой жизнью. Всем всего самого лучшего, всем успехов. Хорошо сказала. Напоминаю, что сегодня 28 сентября 2016 года по одному из современных календарей среда, по одному из старинных восьмой день божественного начала 7525 лета, понедельник. Мы говорили про энергоинформационную безопасность в мире. Автор соведущая Елена Смирнова, за что низкий поклон тебе за столь активную подготовку и активное участие, а нашим радиослушателям, естественно, кто писал в чате, тоже благодарю. Единственная просьба на будущее. Не смешивайте, пожалуйста, воедино, старайтесь в чате не смешивать воедино разные темы. Вот если мы говорим про энергоинформационную безопасность, то лучше, наверное, посвятить ей эфир, а следующий эфир высказит свое предложение. Давайте теперь поговорим вот об этом, об этом, потому что, получается, вы затрагиваете темы, которые очень широкие, и даже вот когда мы начали здесь что-то обсуждать, выясняется, что да, о них можно поговорить, но лучше в другой теме. Вот чтобы не было такого у нас кашки-малашки, лучше все-таки, как совет вам, наши радиослушатели, а я только подчиняюсь вашему направлению, не использовать такие приемы, а все-таки следовать той конве, чтобы эфир получился более информативным, более верным, более правильным, потому что вот несколько вопросов были не озвучены, потому что времени хватило. Ну что ж, благодарю тебя еще раз за твою открытость, за то, что так вот с открытым сердцем попыталась людям донести информацию. Возьмут ли люди, возьмут ли радиослушатели, я не знаю, но очень хочется, чтобы они все это взяли. Прощаюсь с вами, желаю вам все самого-самого доброго. Напоминаю, что радио народное, оно существует только благодаря вам, и если вы видите, что уже перешли уровень просто потребителя, то в этом случае включайтесь в создание Народного славянского радио для того, чтобы изменить мир к лучшему, меняясь в этом мире самому. До новых встреч, друзья мои. С вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио Для пытливых умов